В связи с тем, что уже сказал Ливан, я хотел бы конкретнее осветить юридическую сторону ситуации. Надо сказать, что тот момент, которого мы боялись относительно того, что процесс отчуждения земли начнется в Абхазии, и те защитные меры, которые были включены в наше законодательство, в Конституцию, в земельный кодекс, они сейчас расшатываются, мне кажется, сейчас они подвергаются ревизии. Мы неоднократно это говорили в связи с соглашением по Питсунде, и данное соглашение тоже включает такие элементы, которые расшатывают эти базисные вещи, фундаментальные, о которых говорил Ливан. В целом, если смотреть, не слишком вчитываться в инвестиционное соглашение, можно подумать, что оно в целом вокруг таких полезных для страны вещей, но глубинный смысл, конечно, с моей точки зрения совершенно иной, потому что если проанализировать значительную часть положения этого инвестсоглашения, она посвящена именно вопросам, связанным с землей. То есть, вот есть определены целая группа сфер, в которых, сфер экономики, в которых будут осуществляться инвестиции. Практически все, практически 90% этих сфер связаны либо с сельскохозяйственным, либо с несельскохозяйственным использованием земель в Республике Абхазии. И да, мы можем сказать, это международное соглашение, оно как бы перекрывает те правила и принципы, которые закреплены в нашем законодательстве. У нас вдруг иностранный инвестор может превратиться в крупнейшего землепользователя. Учитывая то, что этот инвестор будет возводить объекты капитального строительства и получать под землепользование значительные участки земли, то можно представить себе ситуацию, когда фактически инвесторы будут бессрочно пользоваться существенными земельными наделами, существенными территориями. И уже об этом было сказано, что инвестиционное соглашение предполагает инвестиции, которые начинаются от 2 миллиардов. То есть они могут быть и значительно больше. То есть речь идет о коммерческой эксплуатации земель. И мы знаем, что коммерческая эксплуатация земель в плане территории, она не ограничена. То есть любой объект, любая территория, земельный участок, она может быть передана под такие коммерческие цели. У нас каких-то конкретных ограничений того, какой земельный участок может быть передан инвестору. Но я говорил вначале об ограничениях. Ограничения в нашем законодательстве есть. У нас вот наш земельный кодекс, он допускает для иностранных, не допускает для, скажем, иностранных инвесторов. Вот исключительно в том виде, в котором они прописаны в инвестиционном соглашении. Для иностранных юридических лиц не предполагает землепользование. Землепользование у нас предназначено только лишь для абхазских юридических лиц иностранным участием. Вот видите, вот это вот такая небольшая норма, она такое серьезное препятствие создает для инвестора. Но в связи, если пройдет эта ратификация, то, соответственно, у нас это положение, этот защитный механизм не будет работать. И совершенно верно было сказано относительно того, что объекты, да, у нас, мы знаем, что у нас, как бы, вот, все недвижимое имущество, оно, как бы, оно такое двухсоставное. Вот есть основной главный объект, это недвижимость, да, там какие-то здания, строения и так далее. А земля, это всегда принадлежность, это то, что следует судьбе недвижимости. Соответственно, данное соглашение инвестиционное, оно предполагает возможности чуждения этой недвижимости в форме залога. Соответственно, автоматически, и может даже за бесценок, поскольку земля, ну, как бы, не подлежит оценке, вот, земля будет автоматически следовать и участвовать де-факто в сделках. В последующем, да, Ливан говорил о том, что, поскольку деньги будут заемные, соответственно, земля тоже де-факто может участвовать вот в таких вот кредитных отношениях, она может попадать собственником, объектом инвестиций может становиться банк, соответственно, он может становиться, и землепользователям и так далее, и в последующем тоже сделки возможны этого банка. То есть, банк не окончательный, как бы, субъект, который будет обладать этой землей. То есть, мы вводим, вводим в оборот, в оборот, и даже международный, я бы сказал, оборот нашу землю, хотя мы знаем, что, как бы, вот, основатели Абхазского государства совершенно, и мы тоже, я надеюсь, придерживались совершенно других целей. Да, мы хотели сохранить эту землю, и я еще хотел бы сказать, что инвестиции, это очень хорошо. У нас есть закон об инвестициях, у нас есть между Россией и Абхазией закон о поощрении инвестиций. Вот то, что мы сейчас имеем, это не инвестиционные отношения. Это самая главная проблема, то, что мы не можем прописать обязанности инвесторов в этом соглашении, потому что это отношение не между Республикой Абхазии и инвестором, это отношение между Абхазской и Российской стороной. А вот инвесторы где-то сбоку, у них, их права и обязанности, поскольку они не участники этого соглашения, не прописаны. Как они будут себя вести и чем они будут руководствоваться, это очень большой вопрос.